Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Амира Хана против Кел Брука. Поединок состоится в ближайшие выходные. И конкретно пройдет он 19 февраля в Великобритании на Манчестер-арене в субботу поздно вечером. Вес, как я вычитал, с одной стороны полусредний, но не 66-700, как должен быть, а 67-600. То есть в переводе с боксерского на русский это значит, что оба спортсмена ветераны. И так как крупных титулов накануне стоит, то они решили к лимиту добавить плюс 900 грамм, чтобы легче было провести весогонку и чтобы лучше себя в ринге чувствовать. Еще из интересных моментов. Кел Брук и Амир Хан, они имеют личную вражду в интернете. Несколько лет назад Амир Хан обвинил Кела Брука ни много ни мало в гомосексуализме. Это уж они без нас разберутся, но вот эта вражда для нас, зрителей, это очень здорово, потому что когда столько было разговоров, столько лет, кто лучше, то когда они выйдут в ринг, каждый захочет поставить точку и доказать британским фанатам, что именно он главный. Париматч на бой уже выставила коэффициенты. На победу Кела Брука они дают 1,53, в то время как на Амир Хана коэффициент 2,37. То есть получается, что Кел Брук это фаворит, но небольшой. С точки зрения буков может спокойно победить и Амир Хан. Кстати, сейчас проходит английская премьер-лига и официальный партнер легендарного клуба Челси, компания Париматч, запустили акцию для всех любителей английской премьер-лиги. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, участвуйте и гарантированно получайте фри-бет на 300 гривен. И возможность выиграть оригинальную футболку Челси. Акция активна до 22 февраля для новых и уже существующих игроков. Всем удачи! Выходит, что Амир Хан и Кел Брук у них много общего. Смотрите, обоим по 35 лет, ветераны. У обоих есть поражение, поражение нокаутом, но во многих из этих боев они бились достойно. Антропометрия очень похожая. По сути, там кто-то из них на один сантиметр выше. Якобы у Амир Хана чуть-чуть больше размах рук. Техника бокса. Вот здесь любопытно. С одной стороны, Амир Хан, он сохранил скорость, и он гораздо более серийный. Но в этом есть и загвоздка, в том числе техническая. Вот смотрите, Амир Хан, как мне кажется, он настолько сосредоточен на слитности своей серии длинной, что он упускает как бы первый удар. Что я имею в виду? Вот бой, каждый раунд состоит из эпизодов. Оба разошлись, дистанция пока не ударная. В какой-то момент они сходятся, кто-то из них в данном эпизоде попадет первый. В общем-то, кто первый попал, тот и дальше свои удары набросил. Все, следующий эпизод. Так вот, Амир Хан, он настолько сосредоточен на своей вот этой вот слитности серийной, включить свой этот вентилятор, что мне кажется, что он первый удар самый важный упускает. И как бы за счет этого может на самом деле даже проигрывать. То есть, понимаете, о чем я? Что Амир Хан, он сразу о всей серии думает. А по сути, кто первый удар попал, тот и следующий попадет. А если ты со своей серией настроился все четыре удара попасть, то тебе достаточно первый промахнуться, чтобы по тебе попали. И все, ты проиграл. Кел Брук у него ровно наоборот. То есть, он, это боксер фактически одиночных ударов. Или двоек. И весь, всю свою карьеру он ищет момент, он отталкивается от противника, он ищет бреши, он пытается его разбить одним ударом. Ну или двойкой. То есть, он, скорее, такой ловец на удар. Он хочет попасть, ну, чтобы вас повело. Теперь, как сложится бой. Во-первых, так как оба ветераны, то и они оба проигрывали, недавно Теренсу Кроуфорду, то важно понимать, что у них на уме. Кто из них намерен оставаться в боксе. А кто-то, возможно, решил, на самом деле, там, год назад уже на пенсию уйти. И сейчас поступило предложение о поединке, он согласился. То есть, мы это не знаем. Но я считаю, что очень многое, вот именно с учетом их карьеры, возраста, формы, поражений, очень многое зависит от того, кто из них реально решил остаться в боксе, а кто просто выйдет за деньгами. Вот если кто-то просто выйдет за деньгами, то он проиграет. Есть такой момент. Чисто технически, с одной стороны, Амирхан, он раз серийней, то он больше ударов, как бы, выбрасывает. И вроде как по очкам должен выигрывать. Но реально, это все так не работает, потому что Келбрук, он-то прервает атаки соперника. И как бы, если он прервал своим одним ударом, давай четыре удара, то как бы все, твоих четырех ударов никаких не будет. В итоге, что получается? Я считаю, что бой трудный для предсказания. Парни, бой настолько оказался серьезный для прогнозирования, что решил выйти на улицу. Изначально хотел сказать, что победить должен Келбрук, потому что он попрочнее сам. У него очень тяжелый, пускай хоть и более редкие удары. И много шансов, что он потрясет Амирхана. Ну и, соответственно, это переломит бой в его пользу. Но перед выходом случайно для себя обнаружил, как Амирхан тренируется вместе с Торренсом Кроуфордом. Торренс Кроуфорд держит его на лапах и объясняет какие-то тонкости. И это нам как бы свидетельствует в пользу того, что, возможно, Амирхан сохранил больший интерес к боксу. Именно то, что мы обсуждали в первой половине видео. Что оба уже ветераны. И кто больше любит бокс, кто в лучшей форме, кто больше видит себя боксером именно сейчас, тот победит. И вот мы видим со стороны Амирхана, что он не просто остается в боксе ради денег, а что ему именно интересно освоить, разучить что-то новое. Что он продолжает развиваться. И это свидетельствует в его пользу. Таким образом, я воздержусь от выбора победителя. Но, раз у Буков фаворитом является именно Келобрук, то планирую сделать небольшую азартную ставку для интереса именно на победу аутсайдера Амира Хана. потому что с учетом именно вот его тренировок с Терренсом, они говорят о том, что, возможно, огонь любви к боксу в нем еще горит. А вот Келобрук, он уже реальный ветеран и, возможно, выйдет ради заработка. Опять же, а возможно, и чтобы доказать. То есть, здесь огромная неопределенность. Поэтому я выбираю просто аутсайдера, потому что считаю, что здесь шансы, грубо говоря, 50 на 50 и аутсайдеров быть не может. Всем спасибо, что посмотрели данное видео. Всем добра. До новых встреч. Тушу камеру.